Накануне в Горняцком посёлке Буланаш на улице Трудармейской в промзоне вспыхнула как свечка колбасная фабрика подразделения Артёмовской птицефабрики. В восьмом часу вечера на пульт пожарной охраны прилетел тревожный звонок о гигантском пламени на складе готовой продукции и аппаратуры. Очевидцы утверждали, что внутри были газовые баллоны и они слышали громкие хлопки, доносившиеся из-за деревянного забора. К моменту приезда первых пожарных расчётов, а на утушку к восьми вечера съехались огнеборцы со всей округи, три десятка работников колбасной фабрики, преимущественно женщины, самостоятельно выскочили из пекла. А мужчины в покрывале выносили из административных помещений всю оргтехнику. Артёмовский мэр Константин Трофимов одним из первых узнал о пожаре на колбасной фабрике, увидев чёрный дым в промзоне. Позвонил директору предприятия. Позже в комментариях чиновник уточнил, что он слышал о вероятности взрыва, но знал, что опасности для посёлка нет. В холодильном оборудовании фабрики сейчас используется фреон. Далее цитата. Коллектив вовремя покинул фабрику. Угрозы взрыва и того, что пламя перекинется на посёлок нет. Конец цитаты. Хотя со стороны пожар выглядел апокалиптично. Выбегающие из-за ворота работники и громкие щелчки из-за лопающегося в огне шифера на крыше. Лишь в начале 10-го вечера 24-м огнеборцам удалось погасить пламя. В гиене огненной погибла крыша фабрики на площади в 400 квадратов. Пламя повредило и стены цеха, а также холодильное оборудование и готовые к продаже колбасы. Из-за чего загорелась фабрика, доподлинно неизвестно. Но, вероятнее всего, на складе готовой продукции коротнули провода. А может, заискрила одна из холодильных камер. Лишь без пяти полночь пожарным был дан отбой. Насколько угорела колбасная фабрика в Буланаши, пока не подсчитана. Но можно не сомневаться в том, что ущерб в пересчёте на рубли обернётся цифрой с пятью, а то и шестью нолями.